Воскресенье 27 мая В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей В студии Александр Крузе Коротко о главном Русская церковь и святогорское монашество связаны невидимыми духовными нитями Со святой горы Афон на Русь проникает свет афонского старчества и молитвы Предстоятель русской церкви совершил богослужение в день угодника Божия Николая В подмосковной обители, носящей имя чудотворца Дореволюционная традиция содержания храмов в воинских частях на кораблях, в походах Возрождается в наши дни И в этом активно участвуют сами военные В Москве в 18-й раз отметили труды выдающихся современников Достойных представителей православного мира Теперь более подробно об этих и других событиях В день памяти святых отцов Первого Вселенского собора И день памяти собора преподобных Отец Русского на Афоне Пантелеймонова монастыря Святейший Патриарх Кирилл совершил литургию на московском подворье Этой знаменитой на весь мир обители За литургию предстоятелю русской церкви сослужили Архиепископ Сергеево Посадский Феогноз И епископ Дмитровский Феофилакт На нашем канале шла прямая трансляция патриаршего богослужения С подробностями Галина Ледвина По прибытии в храм великомученика Никиты Его святейшество поклонился главной святыне Честным мощам преподобного Аристоклия Старца Афонского и Московского И совершил воскресную божественную литургию Преподобный Аристоклий Афонский иеросхимонах Несший подвиг духовного окормления москвичей В годы перед революцией Старец является ярким примером Духовной связи России и Святой горы Афон В ознаменовании которой и установлен праздник Собор преподобных отцов Русского на Афоне Пантелейминого монастыря За богослужением в алтаре храма патриарх молился о мире на Украине На заупокойной Ктении вознес молитвы о погибших во время нападения боевиков в храме Архангела Михаила в городе Грозном После богослужения исполняющий обязанности настоятеля подворья русского на Афоне Пантелеймонова монастыря в Москве Приветствовал предстоятеля русской церкви и преподнес его святейшеству икону Божьей Матери и игумене горы Афонской С предстоящими великомучником Пантелеймоном и преподобным Силуаном Афонским Святейший патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом Совершенно особое место в церковной жизни города Москвы занимает это подворье Которое было основано для того, чтобы укрепить связи между московским патриаршем, престолом, градом Москвой, церкви русской На родине пребывающей с русским свято-пантелеймоном монастырем на Афоне Патриарх напомнил, что монастырь в 20 веке, подобно всей России, претерпел многие трудности Поэтому с радостью воспринимается в наши дни возрождение русского монашества на Святой горе Предстоятель русской церкви подчеркнул, что наступила новая эпоха в истории русского монашества на Афоне И в этом смысле подворье в Москве имеет очень большое значение Это, во-первых, духовная связь наша с Афонским монастырем Но это, кроме того, и место притяжения многих, кто хотел бы помогать афонскому монашеству русскому Самое главное, что должно привлекать сюда людей, в этот храм, это духовная связь с Афоном Потому что именно эта связь является причиной всей той любви, которую русские люди испытывают в своем сердце к Афону В дар подворью русского на Афоне Пантелеймонова монастыря святейший владыка передал старинную гравюру 1913 года В день памяти святителя Николая Мирликийских чудотворца святейший патриарх Кирилл возглавил праздничную литургию в Николо-Угрежском мужском монастыре в городе Дзержинском Московской области Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала Подробности события в сюжете Эльвира Гордеевой В Свято-Преображенском соборе в престольное торжество святой Угрежской обители встречали предстоятеля церкви русской Святейший патриарх Кирилл поклонился честным мощам преподобного Пимена Угрежского И вознес молитву у ковчега с частицей мощей святителя Николая Чудотворца За богослужение молились архипастыри и пастыри, наместники нескольких монастырей, насельники Угрежской обители в священном сане, а также представители Совета Федерации и местной власти По окончании литургии святейший владыка совершил славление и молитву у ковчега с частицей честных мощей святителя Николая О, все святые Николы и угодничи, презрядный Господень, теплый наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник, помози нам грешным и унылым в настоящем всем житии, умоли Господа Бога даровать и нам оставление всех наших греков В знак уважения и сыновней любви наместник святой угрежской обители преподнес патриарху Кириллу икону ангела Господня, держащего в руках нерукотворный образ спасителя и пожелал помощи Божией в патриаршем служении Затем его святейшество обратился к духовенству и пастве с первосвятительским словом Мы обращаемся с молитвом к святителю и чудотворцу Николаю Мы постоянно в своем сознании храним благоговейную память об этом угоднике Божием Именно потому, что он являет нам неиссякаемый источник своей милости и своих чудес Это тот колодец, от которого почерпают живительную влагу, дающую людям жизнь, здоровье и укрепление в вере В своей проповеди патриарх Кирилл словами Иоанна Златоуста раскрыл смысл величайших христианской добродетели, кротости, имеющей самое непосредственное отношение к святителю и чудотворцу Николаю Он был способен переносить оскорбления, он был способен заступаться за невинные жертвы и невинно обижаемых людей Он нес в себе такую духовную силу, которая проистекала несомненно от мужества и благородства его души И одновременно от того, что душа его возносилась к небу Пример святителя и чудотворца Николая, его житие Дивные слова святителя Иоанна Златоуста о том, что есть гордость, о том, что есть кротость Помогают нам понять, каким должен быть образ христианина Вне зависимости от того, в какое время и в каком месте он живет В заключении патриарх призвал паству научиться этой величайшей христианской добродетели И опираясь на нее, следуя примеру святителя Николая, строить отношения с окружающими людьми и обществом В дар собору святейший владыка передал предметы церковной утвари В Екатеринбурге отметили 150 лет со дня рождения императора Николая II В честь памятной даты в Уральской столице проходили различные мероприятия А главное из них состоялось в храме памятники на крови 19 мая в день полуторавекового юбилея со дня рождения государя императора Николая Александровича Здесь служили праздничную божественную литургию Ее совершил сонм архипастерий Богослужения возглавили митрополит верийский наулский комбайнинский Пантелимон Из Элладской православной церкви, а также архиереи Екатеринбургской митрополии Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл Епископы Каменский Алапаевский Мефодий Нижнетагильский Невьянский Евгений Серовский Краснотеринский Алексий Владыком сослужило многочисленное духовенство Екатеринбургской епархии Отметим, что митрополит верийский Пантелимон Специально прибыл на празднование 150-летней годовщины со дня рождения государя Екатеринбургской епархии из Греции В этот день за богослужением звучали молитвы и песнопения на греческом языке Είναι φύτευσε η δεξιά σου Песнопения за богослужением исполняли хорошее Духовенство Екатеринбургской митрополии И хор Московского Среченского мужского монастыря Приехавший в уральскую столицу Чтобы почтить память святого царя Стартотерпца Звучит память святого царя Стартотерпца В день рождения государя Николая II в храме на крови за божественной литургии Молились московские гости Участники общественного форума «Царский», который прошел накануне Молящихся в ходе богослужения становилось все больше с каждой минутой Прихожане заняли все пространство храма и в его притворе Часть людей молилась на улице После богослужения митрополит Кирилл поздравил всех с праздником 150-летия Со дня рождения государя императора И поблагодарил тех, кто приехал в эти дни в Екатеринбург Почтить память царя Стартотерпца В том числе гостей из Греции, Сербии и Болгарии Мы сегодня собирались здесь в эти дни в Екатеринбурге Именно потому, что мы не хотим жить так, как живет лукавый мир Мы хотим жить по заповедям Божьим Мы пытаемся стремиться к этому Мы хотим помнить все, что было сделано нашими предками Мы хотим знать имена и дела наших отцов и дедов Как они жили, что они делали Как они созидали эту великую страну В которой нам Господь судил родиться и жить Как они, несмотря ни на что человеческое Они сделали страну самой большой в этом мире Самой доброй в этом мире Потому что основой бытия Особенно первого времени существования нашего государства Было стремление к святой Руси К святости Владыка пожелал, чтобы царь Стартотерпец Был примером каждому из нас в вере В служении Господу и Отечеству В отношении к семье и ближним своим И чтобы юбилей государя Стал поводом задуматься о спасении Здесь, в этом храме собрались Чтобы почтить его святую память Поклониться его великим трудам На благо нашей Родины Его любви к нашей Родине И надеяться на то Что Господь даст нам силы и возможность Так же, как и Он Пройти по этому земному пути Достойно Сохраняя все то, что было собрано нашими предками Приумножая это И надеясь на милость Божию Вечной жизни В Уральской столице прошел императорский бал Для сотни лучших выпускников региона В канун 150-й годовщины Со дня рождения императора Николая II В резиденции губернатора Доме Севастьянова Торжественно прошел бал Церемонию которого Открыл митрополит Ексенбургский и Верхотурский Кирилл В праздничный вечер В историческом особняке Известном под названием Дом Севастьянова Собрались представители лучшей части Нашего общества Они молоды, энергичны И у них все впереди Обращаясь к выпускникам Правящий архиерей отметил Что можно иметь Самый лучший диплом Из самых лучших вузов Но при этом быть несчастным человеком Поэтому главное Вырасти порядочными людьми Я желаю всем вам Божьей помощи В дальнейшем ваших трудах В вашем служении И радуюсь, что вы Те, кто Живет сегодня Кто идет вслед за нами Но у кого есть Прекрасная надежда На более лучший И более совершенный мир Благодаря тому, что Вы узнали для себя Имя царя Николая Имя многих святых И прекрасных Людей нашей Родины По ориентируя Которые Нам следует было бы стремиться И совершать свой У каждого свой Личный Жизненный путь Бог вам в помощь Идите с Богом В мир Большой и радостный Храни вас Господь После церемонии Открытия Каждый учащийся Получил золотую Или серебряную медаль С именованием Преуспевающему Медали вручали Метрополита Кетенбургский Верхотурский Кирилл И руководитель администрации Губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов Награды созданы По образцу Юбилейных золотых И серебряных медалей 1913 года Которые были утверждены Николаем II В честь 300-летия Царствования Дома Романовых Для выпускников гимназии Ну а затем началось то Ради чего все и собрались Сам Бал Попасть на танцевальный вечер Было совсем непросто Приглашение получили только 100 лучших школьников Свердловской области Все они отличники, победители и призеры Всероссийских и международных олимпиад На протяжении 11 лет Я учился в школе на 1 пятерке И конкурс Этот императорский бал Проводится для отличников И в свой конкурс Написать эссе Я написал эссе И волей случая Я оказался здесь В числе 100 лучших учеников в области Восхищение, радость Это потрясающе Считаю, что нужно возрождать балы Как это было раньше Мы общаемся, танцуем Замечательно проводим время Еще считаю, что у меня День рождения Так совпало Прекрасное Перед балом ребята проходили Специальную подготовку Принимали участие в экскурсиях Беседах Тренингах Творческих встречах Дискуссиях Мастер-классах Лекциях И занятиях по хореографии По три часа мы танцевали Без передышки, без отдыха Что даже нельзя было присесть Мы напролет три часа плясали Танцевали Я занимаюсь танцами в 12 лет Поэтому для меня это большая радость Оказаться здесь И открыть себя в различных новых направлениях Бальса Мне очень признательно находиться на данном мероприятии Потому что я всегда не стала Оказаться на подобных мероприятиях Которые проводились в прошлые века С одной стороны, волнительно Такое масштабное событие Но с другой стороны, люди, с которыми я на нем нахожусь На этом проекте Они стали настолько близкими Что уже как моральная поддержка Это очень важно, я думаю Безусловно, радость Потому что попасть сюда Это как попасть в сказку То есть люди, они все такие вежливые, галантные У меня нет слов просто от этого проекта Организаторы постарались сделать все Чтобы получилось грандиозное представление С участием артистов, музыкантов И самими танцами Чтобы императорский бал Подарил участникам самые яркие эмоции И впечатления Безусловно, этот вечер Стал необыкновенным и незабываемым событием Для каждого выпускника В Москве состоялась 18-я по счету церемония Вручения премии Международного фонда Единства православных народов За выдающуюся деятельность По укреплению единства православных народов За утверждение и продвижение Христианских ценностей в жизни общества Имени Святейшего Патриарха Московского И всея Руси Алексея II За 2017 год Торжественную церемонию возглавил Председатель Попечительского совета фонда Святейший Патриарх Московский И всея Руси Кирилл В 18-й раз в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Собрались организаторы, участники И приглашенные гости Этой престижной ежегодной премии Международного фонда единства православных народов Премии, присуждаемой видным государственным Церковным и общественным деятелям современности Началась церемония с демонстрации Документального фильма, посвященного Основным вехам и событиям деятельности Международного фонда Единства православных народов Со вступительным словом к собравшимся Обратился президент организации Вручение премии Выдающимся духовным и государственным Деятелям современного мира За их великие и столь нужные Обществу, страдающему от нашествия Агрессивных, секулярно-бездуховных сил Труды стало значимым Для всего православного мира событием Который совершается ежегодно в Москве Столицы страны Отважно Как былинный богатырь Отстаивающий Спасительные Для всего человечества Христианские ценности И смыслы Затем лауреатов премии И участников церемонии Приветствовал святейший патриарх Кирилл Каждый год на эту сцену Выходят люди Своей жизнью, трудами Заслужившие право Стать лауреатами Престижные международные премии Которые присуждаются За большие заслуги В деле укрепления Православного единства В единстве духа миллионов Братьев по вере Являет себя Действенная сила Христианской любви Направленная на спасение людей Живущих в современном мире Подчас страдающих От ненависти, зависти, вражды, агрессии Несправедливости и неравенства Отрадно отметить Что наши нынешние лауреаты Вносят немалый вклад в благое дело Православного свидетельства Затем были представлены имена Лауреатов премии фонда За 2017 год И первым на сцену Для вручения награды Поднялся его святейшество Святейший патриарх Сербский Ириней Глава сербской православной церкви Отметил, что воспринимают ее Как знак любви и внимания Ко всему сербскому народу Я от всего сердца благодарю Попечительские советы Президента этого фонда Что сочли меня достойным Этой награды Это знак поддержки Нашему народу и нашей церкви Которая терпит страшные притеснения В Косове и Метохии И вынуждена отстаивать Свои вековые права Странах бывшей Югославии За то, что веками несет Миру святое православие И остается твердой В вере отцов Затем для вручения награды Был приглашен Председатель совета директоров Компании «Газпром» Председатель правления Благотворительного фонда По восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропегиального мужского монастыря Виктор Зубков Позвольте мне Искренне и сердечно Поблагодарить Международный общественный фонд Единства православных народов За оказанную честь И высокую оценку Не только моего личного вклада Но и всех тех Кто принимал участие В восстановлении Ново-Иерусалимского монастыря Русской Палестины Мы глубоко убеждены В том, что будущее России Неотделимо от духовного наследия Нашей страны Объединив усилия Мы способны не только сохранить Но и приумножить это богатство Святейший Патриарх Кирилл И Валерий Алексеев Вручили лауреату памятный знак премии Завершилась церемония Вручения премии Международного фонда Единства православных народов Праздничным концертом В котором приняли участие Российские музыкальные коллективы В столице прошли церковные празднования Дня славянской письменности И культуры И теза именинства Святейшего Патриарха Московского И всея Руси Кирилла Предстоятель Русской Православной Церкви И Святейший Патриарх Сербский Ириней В день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла Совершили литургии В Храме Христа Спасителя В Москве На нашем телеканале Шла прямая трансляция Патриаршего богослужения Рассказывает Эльвира Гордеева Ежегодной литургией В Храме Христа Спасителя Начинается крупнейшая Всероссийская просветительская акция В память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Совместно с Церковью В ней принимают участие Государственные и общественные организации При поддержке администрации президента И правительства России В этом году богослужения В главном храме страны Возглавили Святейший Патриарх Московский Исия Руси Кирилл И Святейший Патриарх Сербский Ириней Прибывший в столицу Для участия в праздновании Дней славянской письменности и культуры А также в связи с вручением ему премии Международного фонда Единства православных народов Благословен Бог навсегда На неприсно и во веки веков Да исправит Господь с тобой вашим Да поменят вас Господь Бог Во царстве и Своем Всегда на неприсно и во веки веков Аминь За литургией Его святейшество Сослужили сонм архиереев Архипастыри и пастыри русской церкви Представители поместных православных церквей При московском патриаршем престоле Александрийской, сербской, иерусалимской Антиохийской, болгарской Чешской земель и Словакии Грузинской Православной церкви в Америке Литургические возгласы и прошения Совершались на церковнославянском Греческом, сербском и японском языках За богослужением было совершено славление Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию Метрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий Огласил поздравительный адрес Священного Синода Русской Церкви Святейшему Патриарху Кириллу Патриарший наместник московской епархии Преподнес его святейшество икону Святой Живоначальной Троицы И букет цветов А предстоятель обратился к участникам Богослужения, вспоминая подвиг Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия Которые подарили славянам азбуку Они обрели очень сильный инструмент коммуникации, общения Изменился стиль жизни Появились культурные цели и задачи И вместе с этим Духовным и культурным деланием Возникла необходимость Обратиться к Слову Божьему Его читать И воспринимать Таящиеся в нем Божественные истины Затем святейший патриарх Кирилл Приветствовал святейшего патриарха Сербского Иринея Я радуюсь тому, что вы Ваше святейшество сегодня В день памяти святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия Вместе с нами Хотел бы пожелать вам помощи Божией Благословения всему сербскому народу И да хранит Господь наши страны и народы В мире, любви и единомыслии Да дарует вам Господь Многое и благая лето Патриарх Кирилл также обратился К митрополиту Токийскому И всей Японии Даниилу Я радуюсь тому, что Японская церковь сегодня имеет Японский по национальности Епископат Японское по национальности Духовенство Совершаются богослужения На японском языке Но каждый из вас, мои дорогие Братья и сестры, если когда-нибудь Приедете в Японию, войдете в православный храм Почувствуете себя дома Это является свидетельством того, что миссия, начатая равнопостольным Кириллом и Мефодием, была подхвачена русской православной церкви и успешно осуществилась в Японии, в Китае, на Дальнем Востоке В заключении патриарх Кирилл поблагодарил духовенство за поздравления и соборную молитву ко Господу и поздравил всех молящихся в храме с праздником В этот день благословенные молебны по случаю тезоимениства предстоятеля, святейшего патриарха Кирилла, были совершены во всех храмах России В день славянской письменности и культуры, после богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и святейший патриарх Сербский Ириней прибыли на Красную площадь, где посетили всероссийский праздничный концерт «Когда мои друзья со мной» посвященный памяти святых равноапостольных первоучителей славянских Подтверждением духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия стал масштабный концерт на Красной площади в честь Дня славянской письменности и культуры Открыл программу сводный хор из тысячи человек под управлением заслуженного артиста России Алексея Позакова На сцену были приглашены святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец Предстоятель Русской Церкви поздравил всех с праздником Дня славянской письменности и культуры Стало замечательной традицией в этот день собираться на Красной площади, чтобы немножко подумать об истоках нашей культуры, об истоках того замечательного, огромного, я бы сказал, драматического и одновременно победного пути, которым прошли славянские народы и наш русский народ От истоков письменности до вершин современных знаний Мы сознаем себя народом, мы сознаем себя единым целым тогда, когда мы скреплены в первую очередь общностью языка, культуры и общими нравственными и духовными ценностями Ольга Голодец отметила, что праздник на Красной площади объединяет людей, проживающих не только в регионах России, но и в других странах Патриарх Кирилл по традиции вручил книги приглашенным на сцену первоклассникам лучших школ России за 2017 год Ровно в 13 часов по московскому времени во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда, начались праздничные концертные программы К концерту на Красной площади присоединились столицы славянских стран Во время прямого включения из Белграда хор и симфонические оркестры радио и телевидения Сербии исполнили песню «Тама далека», посвященную солдатам Первой мировой войны, не вернувшимся домой Гостями праздника на Красной площади также стали митрополит Токейский и всей Японии Даниил, митрополит Минский и Заславский Павел, иерархи и священнослужители Русской Церкви, представители поместных православных церквей Члены делегации Сербской Церкви, представители традиционных религий России В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию избрания и награждения лауреатов Патриаршей Литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия С подробностями наш корреспондент Эльвира Гордеева С демонстрации фильма, посвященного истории Патриаршей Литературной премии, началась торжественная церемония в зале церковных соборов Затем к российским писателям, литературоведам, журналистам, представителям государственных и общественных организаций, деятелям культуры Обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл Уже восьмой год мы собираемся в этом зале, чтобы вручить Патриаршую Литературную премию авторам, не забывшим о высоком призвании литературы, об огромной нравственной ответственности писателя Замечательно, что благодаря писателям, вошедшим в список номинантов этого года и прошлых лет, у наших современников есть возможность читать по-настоящему хорошие произведения, соответствующие высоким этическим и эстетическим идеалам Легких времен не бывает, как известно, и перед нашей словесностью будут стоять новые задачи, появятся новые проблемы, о которых мы сегодня еще просто ничего не знаем Эти вызовы будут приходить в жизнь общества, в жизнь каждого человека И каждый раз писателям придется делать нравственный выбор Противостоять ли злу и тьме силой своего слова Творить ли ради утверждения вечных моральных ценностей А не семиминутный слава и материальный благ Я надеюсь, что все наши номинанты и лариаты будут следовать по верному пути Участником встречи был также показан фильм о номинантах Патриаршей премии 2018 года Без преувеличения ее можно назвать самой статусной среди прочих литературных премий Присуждается она в восьмой раз Напомню, особенность этой высокой награды в том, что автор получает ее не за какое-то конкретное произведение А по совокупности заслуг за весомый вклад в развитие русской литературы и утверждение в обществе духовных и нравственных ценностей Во время просмотра фильма члены палаты попечителей тайным голосованием выбирали лауреатов Патриаршей литературной премии На соискание звания лауреата в 2018 году поступило более 50 заявок из различных регионов России и зарубежных стран Белоруссии, Эстонии, Латвии, Аргентины В итоговый короткий список вошли 10 После голосования заполненные бюллетени были переданы в счетную комиссию Комиссия сформировала итоговый протокол По результатам голосования лауреатами Патриаршей литературной премии 2018 года имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Стали Владимир Анатольевич Костров, Константин Петрович Ковалев-Случевский и Виктор Федорович Потанин Его святейшество вручил лауреатам дипломы и специальные знаки премии Также на сцену были приглашены все номинанты премии 2018 года, которым предстоятель Русской Православной Церкви вручил почетные дипломы АПЛОДИСМЕНТЫ В завершении праздничного вечера состоялся концерт, в котором приняли участие заслуженная артистка России Лидия Музалева и ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной К другим новостям В Верхотурье в эти дни проходит празднование в честь святого праведного Симеона Верхотурского В пятницу в духовной столице Урала прошло торжественное богослужение В Свято-Николаевском мужском монастыре состоялась архиерейская божественная литургия, которую возглавили архипастыри Метрополии Метрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, епископы Каменский Алопаевский Мефодий, Нижне-Тагильский Невьянский Евгений и Серовский Краснотуринский Алексий В день памяти второго обретения святых мощей праведного Симеона Верхотурского Совершили праздничную божественную литургию Владыкам сослужило духовенство Метрополии и братья обители во главе с наместником Игуменом Еронимом И, конечно, за богослужением молились паломники, которые во множестве, особенно в дни памяти святого Симеона Притекают к его мощам, находящимся в восстановленном крестовоздвиженском соборе После богослужения состоялся крестный ход вокруг главного храма Свято-Николаевского мужского монастыря Величаем, величаем я живота в честь Христе И почитаем, еженна небеса Встречи с Твою твоею плодию Святой праведный Симеон Верхотурский слышит каждого и никого не желает оставить без помощи Больной просит исцеления и вскоре святой Симеон подает ему здравие Скорбящий просит утешить его Праведник делает и это, наполняя от радости самую печальную душу И даже если просьба наша мала и, казалось бы, не стоит внимания, праведный Симеон и ее выполняет, чтобы доставить нам радость Состояние радости Это состояние правильного духа Духа во Христе и Иисусе Господе нашим И поэтому стремление быть у праведного Симеона Верхотурского сегодня Это стремление обрести этот дух Дух Божий, который должен почивать в нашей жизни и в наших делах И которого нам так не хватает, когда мы ведем себя неправильно Но которому стремится наша душа И все наше устремление к тому, чтобы мы жили в этом стяжании святого Духа Божия И тогда будем обретать и радость в этом мире, и спокойствие души, и ровность, и твердость И не будем реагировать так болезненно на все то, что вокруг нас происходит Потому что душа человека, наша душа будет находиться в руке Божией Обращаясь с архипастерским словом после богослужения к пастве Митрополит Кирилл отметил, что несмотря на непрекращающиеся работы по обновлению Верхотурской обители Молитвами праведного Симеона мы всегда ощущаем здесь благодать Божию Пусть благословения Господня, молитвами праведного Симеона Верхотурского Который совсем недавно, в 1989 году вернулся к нам вновь В 1902 году пришел вновь в эту обитель, в этот день Пусть это благословение Божие молитвами праведного Симеона Верхотурского Всегда почивает над нашей землей, над этой святой обителью И над всеми нами, братьям и обители, отцам и гумене И всем паломникам и прихожанам этого святого и намоленного места С праздником всех вас! Храни вас всех Господь! Великий чин освящения новопостроенного храма в честь иконы Божьей Матери «Нечайная радость» Совершил епископ Феогност Новороссийский и Геленджикский Для города-героя это истинно знаковое событие Храм расположен на территории 108-го парашютного десантного полка В съемочной группе пресс-службы Новороссийской епархии удалось побывать на первой божественной литургии Чин освящения новопостроенного храма в честь иконы Божьей Матери «Нечайная радость» был приурочен к Дню памяти иконы Знаковое событие для города-героя Храм, который возвели менее чем за два года, находится прямо на территории 108-го парашютно-десантного полка Который входит в состав 7-й гвардейско-десантно-штурмовой дивизии Горной Военнослужащим не нужно погибать место службы, храм находится недалеко от плаца Рядовой Андрей Зиппа готовится стать священником Он закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию В армию служить отправился осознанно, говорит, в жизни все нужно пройти Сейчас он поет на клиросе при храме вместе со своими однополчанами Евгений Филимонов уже через месяц уедет домой в Омск Признается, событие, в котором ему посчастливилось принимать активное участие, останется в памяти на всю жизнь Для каждого православного христианина, мне кажется, это мечта, чтобы на территории части был храм Или хотя бы просто священник, который мог бы прийти, с которым можно поговорить, который мог бы исповедовать Поэтому это большое событие для этого полка, да и для всего города Я думаю, очень много военнослужащих на самом деле в части, которые сами не по принуждению, а по собственному желанию ходят на службу Исторически так сложилось до революционной России в воинских частях На кораблях всегда были полковые священники Их задача была поддерживать и укреплять воинов духовно В случае опасности благословить на битву Значимо, что в наши дни храмы вновь стали строить И в этом активно участвуют сами военные Любой военный должен быть сильен не только умением владеть своим оружием и техникой Но и должен быть сильным духом Сила духа, она здесь в храме куется Верой к Богу, верой к своей родине, к своей семье, родным и близким В день освящения храма была совершена первая божественная литургия После нее архипастырь обратился со святительским словом к прихожанам Дай Бог, чтобы этот храм посещали воины Чтобы он не просто был как архитектурная часть, воинская часть Но именно место, где мы с вами и где воины, военнослужащие, которые проходят службу Посещали бы этот храм, находили бы утешение в молитве Стал бы любимым местом уединения для молитвы Потому что мы все люди, воины или священнослужители Каждому требуется молитва, потому что у каждого есть душа За усердное служение Церкви Божией и понесенные труды на благо Новороссийской епархии Епископ Феогнос наградил медалями священомочника Дмитрия Пресвитера Геленджикского Заместителя командира 7-й гвардейско-десантно-штурмовой дивизии Горной Гвардии полковника Андрея Кондрашкина А также медали 2-й и 3-й степени из рук владыки Феогноста получили благотворители Те, кто принимал активное участие в возведении храма Двери Дома Божьего теперь открыты для каждого военнослужащего Будь то офицер или рядовой Все православные праздники, воскресные службы они будут проводить за молитвой Воины-десантники смогут укреплять свою духовную силу И тем самым подтверждать слова святого благоверного князя Дмитрия Донского Если Бог за нас, то кто против нас? Юлия Черепанова, Алексей Дроздецкий, пресс-служба Новороссийской епархии Такой запомнилась уходящая неделя Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе Завтра, 28 мая, День Святого Духа 31 мая, Память Святых Отцов Семи Вселенских Соборов 1 июня, Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского 2 июня, Отдание Праздника Пятидесятницы Обретение мощей, Святителя Алексея, Митрополита Московского, Всея Россия Чудотворца 3 июня, Иконы Божьей Матери Владимирская Равнопостольного Царя Константина Великого и Матери Его, Святой Царицы Елены До встречи на телеканале «Союз». Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин